Мы готовим сосиски неправильно, вот как нужно это делать. Приготовить сосиски. Проще простого. Но оказывается десятилетиями мы все делаем неправильно. Да мы не вредим здоровью, да и не до конца раскрываем вкусовые качества этого продукта, если он конечно качественный сам по себе. А как приготовить сосиски быстро и чтобы они были максимально вкусными. Стиллер собрал мысли кулинаров со всего мира и теперь делится с вами лайфхаками. Лучше всего сосиски есть теплыми. Хоть сварить сосиски не сложная задача, но дьявол кроется в деталях. В частности кулинары советуют вынуть сосиски из холодильника за полчаса до обработки. Тогда они не только станут более ароматными, но и не полопаются при контакте с горячей водой. Также перед варкой снимайте защитную пленку с сосисок. Когда-то этот целлофан считали вредным, выделяющим кучу неполезных веществ в горячей воде. Сегодня же производители сосисок делают обертки максимально безопасными. Поэтому здесь вопрос чисто. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Практический, с горячих только что сваренных сосисок снимать защитную оболочку труднее. Известный кулинарный критик Роберт Маклович советует варить сосиски по такому алгоритму. Довести воду в кастрюле до кипения. Снять кастрюлю с огня. Бросить в нее сосиски на 4-5 минут. А еще, говорит эксперт, в воду можно добавить несколько крупинок душистого перца, что обогатит аромат блюда. Почему лучше не держать сосиски в воде слишком долго? Все очень просто. Интенсивная термическая обработка негативно влияет не только на вкус и консистенцию продукта, может нанести вред здоровью. Особенно если продукт содержит нитраты или нитриты, которые при нагревании превращаются в нитрозамины, соединения которые способствуют развитию новообразований толстого кишечника, желудка, печени и почек. А еще лучше готовить этот продукт на пару. По мнению многих людей, сосисочки тогда приобретают более выразительный вкус и аромат. Как правильно выбирать сосиски? Сегодня ассортимент сосисок в магазинах огромен. И к счастью, времена, когда в состав продукта входило много чего удивительного, картон или туалетная бумага, прошли. Хотя противоречивые ингредиенты все еще всплывают. Итак, чтобы не отравиться сосисками и насладиться ими на полную, они должны содержать 70-80% мяса. Однако избегайте продуктов, которые содержат мясо механического обваливания, потому что это ПО. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Сути сухожилия хрящи, жир, перепонки, измельченные кости, а иногда даже перья и когти. Также следите, чтобы продукт не содержал сахара или его количество в сосисках было минимальным. Чего еще не должно быть в составе хороших сосисок. Например, Е-250 и Е-251. Специалисты Всемирной организации здравоохранения не так давно признали, что чрезмерное употребление этих консервантов может быть фатальным для здоровья. Поскольку повышает риск отравления организма заболеваний почек и даже способствует развитию колоректального рака. Конечно, ищите на полочках магазинов сосиски без фосфатов. Они хоть и считаются не слишком вредными, но в избытке могут нарушить работу организма, способствуя худшему усвоению кальция, магния и цинка, а также синтеза витамина D, что мы еще знаем о сосисках. Этот продукт регулярно потребляют на завтрак, обед или ужин многие украинцы. Это неудивительно, ведь сосиски относительно дешевый и универсальный продукт. Согласно последним исследованиям, самая большая группа, потребляющая сосиски, это пенсионеры и студенты. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. А изобрели сосиски во Франкфурте-на-Майне, городе, который веками славится производством разнообразной мясной продукции. Именно здесь еще во второй половине 15 века начали предлагать горожанам копченые при низкой температуре тонкие колбаски из говядины и свинины, что были завернуты в овечьей кишки. Позже мясник Иоганн Ланер адаптировал этот продукт и в 18 веке начал производить и продавать, конечно, его в Вене. Именно знаменитые венские сосиски считаются прототипом нынешних сосисок, популяризации сосисок в мире способствовал еще один иммигрант из Франкфурта, Чарльз Филтман, который переехал в Нью-Йорк в возрасте 15 лет. И в 1876 году начал путешествовать по пляжам Кони Айленда на велосипеде с большой тележкой, предлагая отдыхающим изобретенный им перекус, сосиски в рулете, позже названные хот-догами. Интересно, что во времена СССР к сосискам добавляли крахмал, муку, а еще сыворотку крови и белковые стабилизаторы. Мясо же часто заменяли субпродуктами. ГОСТ 1979 года позволял также в производстве сосисок вместо говядины и свинины использовать любые другие виды мяса. Видео, YouTube. Напомним, мы также писали, почему в Европе не едят гречку. Ранее стало известно о любимый завтрак Елизаветы II, который она ест ежедневно уже 70 лет.